слава украине привет всем от полонского наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в украине на сегодня на 23 февраля которое когда-то было праздником 2024 года да был праздник такой я уже о нем кстати рассказал сегодня кому интересно видосик там сейчас прицеплю да видосик в описании к данному ролику можете посмотреть что это было с 23 февраля и какое это позорище как можно праздновать как можно праздновать праздник когда твои собственные войска сбежали от врага украли самогон напились самогона пограбили гражданских и закончили этот день вот таким вот образом но это только на россии возможно да да так вот ребята на сегодняшний день россияне продолжают атаковать практически по всей линии фронта проводя местные штурмы и иногда с участием техники в основном легкой бронетехники который очень хорошо горит по поводу и без повода иногда иногда вообще без участия техники просто им нравится погибать да вот чем больше их загибается судя по всему тем легче им становится жить как-то да странно звучит но но россия вообще странная страна если это вообще страна да и так на вчерашний день было контрапуплено отправлено курсом русского военного корабля прямо на палубу крейсера москва который теперь подводная лодка 1000 вооруженных путинских гельминтов общее количество патерастов которые пришли в украину убивать женщины детей но что-то у них пошло не так 408 тысяч 240 голов да не слабо тогда но путину на них плевать он освобождает сибирь для дядюшки си дядюшки си нужны невесты из сибири но не нужны их запойные бывшие мужья вот собственно говоря путин и выполняет заказ по сибири сибирский заказ китайцев молодец путин хорошо служишь как собачка да значит это по лично по лишнему точнее для них уже составу а теперь посмотрим по танкам вот смотрите всего лишь три танка вчера отправлены в металлолом 6526 всего но это не потому что наши плохого это потому что путин не дает танков своим солдатам когда они идут в атаку соответственно они должны дохнуть без прикрытия брони а зачем броня действительно ведь они воюют не для того чтобы что-то захватить и для того чтобы их их им в сибирь не вернуться откуда они все смотрите из москви санкт-петербург он не очень то хочет набирать людей правильно потому что родственники ну если не получат денег да они же придут к кремлю и спросят вова вован где мой ванька дурак которого ты отправил на погибель а если будет какая-то дурочка из южно-сахалинска там протестовать ну протестуем южно-сахалинский господи прости кто тебя там услышит протестуйся да вот поэтому танковые не дают да но зато легкую броню дает она у них правда прощупаются даже из рогатки все эти бмп их не и так далее 37 броневиков путинских улетела в утиль сырье за вчерашний день общее количество сначала русско-фашистского вторжения 12 тысяч четыреста 10 и 49 артиллерийских систем как-то погрустнели немножечко теперь у путина отминусовано на сегодняшний день 9916 орудий как самоходных так и не самоходных и было у контропублина две единицы рсзо ракетных систем залпового огня типа град и так далее всего 999 единички не хватило да было бы 1000 был бы повод выпить да и два средства пво за вчерашний день всего 682 но иди построй новое называется нечего из лаптей бересты и анучий будут это все делать потому что потому что достать им теперь полупроводники весьма проблематично самолеты вертолеты остались предыдущие значения мы ничего не сбивали ну ничего завтра отыграем все 339 325 и 32 было сбито беспилотника к сожалению сбиты были не все беспилотники знаем что были прилеты в днепре и в одессе но ничего получше задачи 32 за вчерашний день получается 7628 с начала войны что там еще 36 грузовиков было отминусовано у путина и того 12 960 с начала российско-фашистского вторжения грузовики отрабатываются постоянно логистика уничтожается и 9 единиц спецтехники это от рэбов и заканчивает тяжелыми инженерными машинами 1575 с начала войны таким образом путин продолжает добровольно утилизировать свою армию в украине засу в этом ему горячо помогают всем до украины